Мы живем в Подмосковье, в городе Химки. Идет третья неделя карантина. Детям выходить на улицу запрещено. Очень тяжело переносится этот карантин дома. Все уроки, все дополнительные занятия, все по компьютеру. Свежий воздух только через форточку. Первые дни после введения особого режима в семье Зайцевых на улицу выходила только Екатерина. По QR-коду и строго за продуктами. Вскоре мама троих детей придумала, как организовать семейные прогулки. Но три недели уже прошло и неизвестно, сколько дней придется сидеть в квартире. С жильцами нашего дома в общем чате мы обсудили короткие 30-минутные прогулки с детьми. Всех предупредили и развесили расписание на подъездах. Гулять договорились по очереди, с 10-минутным перерывом, чтобы не встречаться в лифтах. Дом наш находится на загороженной территории, и сюда не могут попасть посторонние. Жили были два брата. Ну, правда, это были два дяденьки брата. Ну, два друзей. Как-то раз позвонили они друг к другу. Элян спрашивает. А ты знаешь, что лицо руками трогать нельзя? А другой в ответ. Да, я сегодня ногами бьюсь. Не успели мы выйти, как через пару минут к нашей прогулке к нам подошла консьержка. Только я ей объяснила, зачем мы здесь находимся. Тут же сосед с третьего этажа в открытое окно стал кричать и угрожать приездам полиции. На крик подтянулись другие соседи. Стали стыдить и грозить штрафами. Еще и дворник подоспел. Тоже стал меня учить. Пришлось семье вернуться домой. Больше всем составом Зайцева во двор не выходили. Но Екатерина не унывает. Говорит, теперь у нее появилось время для совместного творчества с детьми. К примеру, они принимают участие в танцевальных флешмобах. Виктория Шаре. События. Редактор субтитров А.Семкин